Насколько помню, я уже шести лет до школы начал рисовать. Мне это все нравилось. Очень увлеченно и лепил, и рисовал. Началось это у соседей, потому что они были обеспечены. Семья, у них были карандаши, пластилин. И когда в школу пошел, на меня обратила внимание наша учительница в начальных классах. И она сказала родителям, надо вашего сына отдать в из-за студию. Ну, знаете, в это время, в четвертом классе у меня появилось новое увлечение – музыка. Я решил поступить в музыкальную школу. Но я проучился два года. Это был класс по кларнету. И вот это рисование по баролке, все-таки она взяла вверх. И я вот дальше начал уже в из-за студии посещать. Это сейчас цветные карандаши. А когда черно-белый у меня график, то карандаш у меня как игла. Она настолько острая. И мне стоит чуть-чуть затупиться, я сразу же затачиваю, чтобы вот это острие постоянно было. Заточенным карандашом и какая-то другая энергетика. Она к чему-то обязывает. Музыка меня вдохновляет, конечно. Я иногда ставлю какую-то музыку, она мне тоже на какую-то тему это направляет. Музыка очень эмоциональна. По сравнению с другими видами иску, очень эмоциональна. И вот эта энергетика, она заражает все-таки человека. И хочется, думаешь, под эту музыку что-то создать. Поэзия, фольклор, сказки. Мне очень нравятся эти направления. Поэтические сборники или авторы, это всегда привлекает. Читаю всегда. Там тоже она дает какой-то импульс. Необычные образы. Музыка. Я впервые увидел Крым в 92-м году. Впервые увидел Крымские горы, увидел море. Море до этого не видел никогда. Но не проходилось вот так. Это для меня показалось такой бесконечно необъятный. Чисто какой-то космос для меня оказался. Вот это чувство исторической родины, она все-таки подпитывает. Ты знаешь, что вот твоя мама, папа родили, твои деды тут родились. Это все, вот каждый камешек этот родной. Это дает подпитку. Архитектура, которая построена давно, она тоже душа города. Например, я, вот старый город, чтобы он остался, он какой есть, он отсюда начался. Это очень важно, потому что у каждого города своя судьба. Я был в 84-м году в Праге. Там средневековая, современная. Все этапы там сохранены. Там вот так не рушат до основания, что-то строят. Нет. И поэтому, я думаю, все-таки, горду надо относиться очень бережно. Если там он не занесен, архитектурный, как ценный, так памятник культуры, но все-таки эти дома, они тоже должны сохранены быть. Потому что это часть все-таки истории. Кино – это коллективная работа. И тут каждый вносит свою лепту. И должно быть согласие между режиссером, художником, композитором, оператором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Работа над этими фильмами была интересна. Набираешься опыт. Технологически это очень интересно. Кукольный фильм – это одно, перекладка – это другое. Там были рисованы элементы, это третий, да. Все эти, как бы, я распознал в то время. Сейчас, конечно, современное время. Все изменилось. На смену пришли программы. Прежде всего, конечно, читаешь материал, эту книгу. И начинаешь искать, какие же самые интересные места в книге, какие действия происходят. Книга – это тоже застывшая, как фильм. Там идет действие. Выбираешь самые интересные моменты действия. Что же происходит с героем. Данная книга, она крымско-татарская народная сказка. Не очень хорас, и таух барку местия шайлер. Наша жизнь, она тоже как сказка. Но в данном случае зла очень много, конечно. Но человек живет надеждами, лучшими намерениями. Но надо во что-то верить. А художник, он улучшает жизнь своими работами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова